денис приветствую тебя привет всем традиционный эфир для четверга собственно по расписанию обсуждаем рынки технически фундаментально разумеется смотрим если есть возможность на какие-то интересные отчеты опять же текущая торговая сессия экономический календарь не такой пустой как был в начале недели сегодня есть несколько отчетов прежде всего из сша на которые обязательно нужно будет обратить внимание и я знаю что небольшая прелюдия опять же если делать акцент на те рекомендации которые соответственно удавать я все еще сохраняю оптимизм в отношении роста американского доллара и очень жду что сегодняшние отчеты которые выйдут смогут оказать поддержку покупателям и таким как я собственно про статистику еще конечно же сегодня поговорим ну что я предлагаю сегодня о к уже сложившейся традиции пробежаться по практически всему рынку давай затронем индекс доллара давай посмотрим на золото давай посмотрим на рынок нефти почему бы нет и я думаю что для общего восприятия рыночной ситуации этого будет более чем достаточно не против денис пробежимся отлично ну что начнем тогда с меня давай из доллара о котором я уже пару слов сказал сейчас секундочку 90 с экрана 103 54 уже с азиатской сессии агрессивные распродажи доллара которые опять же тянутся из еще со вчерашнего дня когда были опубликованы протоколы последнего заседания американского регулятора тем друзья кто еще не разбирался что там было отмечено тезисно со стороны пресса я скажу так ничего нового мы в принципе это уже знаем то что все зависит от макроэкономических данных что пока качестве базового сценария известно только лишь что что ставка не будет расти и достигла якобы пикового значения ну мы это прекрасно знали еще месяца три назад касательно снижения ключевой процентной ставки здесь тоже не ясно но стоит отметить что все таки протоколы заседания американского регулятора это несколько уже устаревшая тема потому что это то что было много недель назад уже и с тех пор как осталось последнее заседание американского регулятора много воды утепло и опять же вышли данные по индексу потребительских цен вышли сильные отсчеты по рынку труда и эти релизы уже несколько разогнали рыночные настроение ожидания того что все таки будет дальше рамках действий фидрезерва и можно сослаться на инструмент фейтбочтул о вероятности снижения ключевой процентной ставки собственно говорит ни в марте не в мае снижение не предвидится и я даже сомневаюсь то что фрес все-таки созреет на решение по снижению ключевой процентной ставки в июне по крайней мере вероятность 50 процентов но меня лично не вдохновляет на то чтобы закладываться под это изменение монетарной политики хотя на рынках наверное все происходит с вероятностью 50 на 50 но наверное в отношении этой статистике хотелось бы работать с более устойчивыми и уверенными показателями сегодня на повестке экономического календаря первичные заявки на пособие по безработице и индекс активности в секторе услуг и производственном секторе сша возможно индекс активности куда более качественная статистика на которую нужно будет обратить внимание в отличие от первичных заявок на пособие по безработице, хотя, наверное, многие мне поправят и скажут, что первичные заявки тоже очень важны, потому что это отчет по рынку труда, а рынок труда влияет на действия МФД резервов. Но все-таки я сегодня жду хороших данных, прежде всего от индексов активности производственного сектора и сферы услуг. По прогнозам можно заметить, что показатели могут быть хуже, чем два месяца назад. Но здесь ключевой посыл заключается в том, что индексы все равно останутся выше 50, то есть в зоне роста. Поэтому дам сегодня доллару все-таки шанс реабилитироваться в глазах преданных покупателей. И на текущем этапе не могу позволить себе отказаться от уверенности, потому что доллар может вернуться к росту, потому что ФРС тянет резину с вопросом, касающимся снижения ключевой процентной ставки. Так, что касается золота. 2033 доллара за трость функцию. Конечно же, сейчас локальная слабость доллара поддерживает подогревательный интерес к рынку драгоценных металлов. Но здесь есть одно но. Я согласен с тем, что корреляция очень высокая между динамикой доллара и золотой. И логично сейчас говорить о том, что золото вырастет. Но моя рекомендация для тех, кто все-таки еще вне сделок, сейчас лучше не лезть. Потому что очень странная ситуация прямо сейчас. Мы видим, что доходность американских облигаций находится на локальных максимумах с ноября прошлого года. И связь или, скажем, корреляция между доходностью трежерис и рынком драгоценных металлов должна быть еще более значительная. И в нормальной ситуации при такой доходности трежерис золото должно было испытывать давление. Сейчас этого не происходит, поэтому здесь нужно все-таки разобраться, с чем это связано. Но я буду исходить из того, что на рынке должны восстановиться или должен восстановиться нормальный порядок вещей. И в данном случае, пока трежерис держится выше уровня 4%, я все-таки больше и чаще ищу возможности для того, чтобы золото продать. Если кому-то хочется рискнуть, с учетом вот этой аналогии с рынком облигаций, то, на мой взгляд, короткие позиции по золоту будут в большем приоритете. Здесь нужно, опять же, искать хорошую точку входа. Например, в случае снижения ниже уровня 2020 долларов за тройскомумсу и там уже шортить. Ну, либо, если вы уверены так же, как и я, в развитии нисходящей динамики, то можно действовать особенно с таких локальных максимумов, как сейчас. Что касается рынка нефти, 82.40 текущие котировки. Я еще, по-моему, на последнем нашем с тобой совместном эфире отмечал, что считаю, что нефть уже находится на слишком высоких ценовых значениях. Нефть пора скорректироваться, учитывая тот, ну, если опустить фактор геополитики, который, наверное, уже изрядно многим надоел. И сфокусироваться на других факторах, которые влияют на котировки нефти. Сегодня на повестке отчет по запасам нефти США. Вчера вышел релиз от Американского института нефти и, соответственно, при таких рекордных показателях нефтедобычи, как сейчас в США, мы увидели логичный рост запасов. И я сегодня от официальных цифр тоже жду похожих данных, значительного увеличения запасов и надеюсь то, что продавцы смогут использовать эти вводные, которые потенциально могут появиться. Поэтому по нефти я рекомендую шортить с целями возвращения бренда ниже 80 долларов за аббат. Денис, слово тебе. Да, тем более есть что сказать. Так, отлично. Да, вижу. Значит, да, у меня есть здесь несколько слов. Я, в принципе, с многими вещами согласен. Там, за исключением разве что по нефти, есть у меня кое-какие сомнения. Значит, евро. Евро вот прямо сейчас онлайн, можно сказать, это происходит, заходит в область, сильную область сопротивления. Дело в том, что у нас, если взять полностью все падение, которое было сделано, с учетом нижнего накопления, у нас достаточно крупный профильный объем наторговался вот здесь внизу. То есть в районе там 1.07.80 плюс-минус там пунктов 20. И следующий у нас профиль, на который мы обращаем внимание, как раз находится там, где прямо сейчас цена. То есть здесь у нас контрольная маржа, здесь же у нас недельный опционный хедж. Вот прямо сейчас цена в них как раз уперлась. У них экспирация, у всех трех этих хеджей экспирация в эту пятницу, то есть завтра. Следовательно, я отсюда жду как раз уже подтверждающий сигнал. Это могут быть в идеале, конечно, точные объемы, например, по бидам крупные, вот если они будут залиты. И отсюда уже шартануть. Поэтому я лично больше за то, что возврат вот к этой области накопления. Но здесь не лимитом надо работать, здесь лучше именно дождаться полноценного уже объема подтверждения там на часовом, либо четырехчасовом графиках. Есть вероятность, конечно, и повыше сходить вот в эту область. Но там 50 на 50, я пока, честно, не сильно уверен. Но я на всякий случай покажу. Это чисто запасной вариант. Это просто запасной вариант. Вот так вот он выглядит. Но я думаю, если честно, что у нас все решится именно вот прямо в текущей зоне, потому что зона реально очень сильная. Это скорее уже просто запасной вариант. Причем с месячными здесь уже опционами. И могут и отсюда тоже очень сильно провалить. Но пока ищем вот в районе 1.0880 плюс-минус. Вот там вот. По индексу доллара здесь подтверждается мысль. Дело в том, что я ждал коррекцию на этой неделе, что вот в эту зонку придут. Вот там 103.10, 103.45. И это у нас сильный диапазон накопления. То есть, если этот диапазон накопления действительно себя проявит, действительно сработает, то с него как раз возвращение вверх, о котором ты говорил, что рост индекса доллара. Вот здесь вот как раз я с этим соглашусь. Но где-то с этой области. То есть, у нас в целом получается диапазон накопления, он как бы размазан. Так его назовем. Потому что здесь нет четких его границ. Это все одна цельная область. Именно поэтому я с таких диапазонов всегда советую входить с подтверждениями. Поэтому и по евро показал соответствующий аналогичный вариант. Так что по индексу доллара, да, я тоже за локальный рост. Но хотя бы тут самые ближайшие цели. Давай так, до следующих наших эфиров. Самые ближайшие цели хотя бы там в районе 104. То есть 104 это так самое ближайшее. И более дальнее это уже на ретест максимум. Там мы уже будем потом смотреть, корректировать, уточнять. То есть, дойдет, не дойдет и так далее. Ну а пока что такая локальная коррекция наиболее вероятна. Золото. Значит, по золоту мы зашли в область, сильную область сопротивления. Я как раз вчера мне еще и ребятам писал в наш закрытый канал о том, что вроде как бы продажи назрели, потому что зона сильная. Я говорю, ну что-то у меня вот внутри, знаешь, вот бывает, ты смотришь на график, и ты чувствуешь вот тем местом, которым мы с тобой сидим сейчас на креслах даже, мы прям чувствуем, что-то не так. Вот что-то может произойти, что-то не хватает. И поэтому здесь, когда на более младших таймах смотрел, вот у меня это чувство не покидало, что нам сделать перехай. Вот я целился в район 2035-2040. У нас здесь хороший контрактный депок находится. И отсюда уже сигануть вниз. Поэтому я думаю, что с верхней части этой зоны буду ждать уже новых продаж. Но опять-таки здесь исключительно только с подтверждением, потому что объемы сейчас низкие. На часовом графике они вообще мизерные. Там очень низкие объемы. Поэтому в таких случаях я обычно лимитом не работаю. Я работаю именно по факту. То есть, когда дают нам подтверждение, тогда работаем. Не дают подтверждение. Мы, соответственно, сидим, ждем. Но в целом диапазон реально сильный. Вот этот 2035-2040, он прям, как по мне, максимально интересный. Плюс одна вторая маржи тоже сюда, кстати, попадает. Вот она. И что касается нефти. По нефти у меня по-прежнему бычий взгляд. Если вспомнить наш предыдущий с тобой брифинг, это как раз, по-моему, когда было 15-го или... Да, вот, 15-го. Прошлую пятницу, да. Да, точно. Это 16-го даже. Это пятница была. Вот этот момент. Сейчас я точно отключу, потому что контракт новый. Их сильно много будет. Я как раз показывал о том, что здесь ожидал коррекцию вниз. И снова продолжение вверх. Я от своих слов не отказываюсь. Я даже более того, я тейк на финальную часть остатка покупок перенес на 81. То есть, я считаю, если брать в более стратегическом варианте, то мы идем вот к этому экстремуму. И здесь как раз мы четко видим, основные опционы именно сюда попадают. Еще и полуторная контрольная маржа тоже туда попадает. Прошлое движение, кстати, если посмотреть по аналогии у нас, отскок произошел, достаточно глубокий отскок на коррекцию, произошел именно от полуторной контрольной маржи. Здесь у нас полутороковод находится, опять-таки, выше, там где-то 81.50 условно. Поэтому я целюсь пока на 81. Это так, чтобы наверняка уже там 50 тиков не стоит жлобиться. Но в целом я здесь пока зарос. И тем более верхушка, верхняя граница восходящего канала тоже у нас очень красиво сюда попадает. Так что, если честно, я не вижу причин, по которым мы не можем туда дойти. Так что локально пока что я зарос. А потом уже с этой области, да, действительно, уже скорее всего мы будем смотреть на хорошие коррекционные продажи. Может быть даже и полноценно разворотные. Но как минимум на глубокую коррекцию, по аналогии, как было вот здесь. Это ни много ни мало, там пролетели почти 800 пунктов. Так что у меня вот такое мнение, что золото пока еще вверх. Золото уже на грани. Евро надо подтверждающий сигнал. Ну и, соответственно, индекс доллара, виновник всего торжества, у нас только сейчас, прямо онлайн, во время нашего брифинга, зашел в сильную область накопления. Это не просто поддержки, это именно область накопления. И отсюда уже будем смотреть подтверждение на выход снова вверх. Денис, спасибо тебе за рекомендации. Ну что, тогда следим за тем, как себя рынок покажет и отработает. В следующий четверг обязательно подведем итоги и посмотрим, что же там будет с долларом, с золотом. Очень интересно, как действительно ситуация будет развиваться дальше. Потому что, ну, мне кажется, очень странно, что золото так уверенно себя чувствует, как я уже отметил, при растущей доходности американских облигаций. Наверное, действительно что-то будет интересно. Ну, лишь бы не супернегативно. Ладно, тогда давай на этом сегодня закончим. Еще раз тебе спасибо. Соответственно, хорошо закрыть неделю. Ну и мое традиционное опутствие. Денис, классно тебе выходных. Спасибо большое взаимноте тоже. И нашим подписчикам, в том числе, отличного окончания торговой недели. И главное, чтобы наши рекомендации тоже отработали, потому что именно они будут предшествовать отличному окончанию торговой недели. Точно. До встречи. До встречи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok